Сила, мощь и красота. Атлетизм в Древней Греции, а по-современному бодибилдинг все еще в моде. Занимаются им и для здоровья, и для побед. Через несколько дней на краевой чемпионат в Барнаул приедет сотня культуристов для участия в чемпионате Алтайского края. О турнире и о бодибилдинге поговорим сегодня в студии. У нас в гостях президент федерации бодибилдинга Алтайского края Денис Капустин. Денис, приветствую. Здравствуйте, Дмитрий. Ну что, давайте немножко о турнире поговорим. Чемпионат Алтайского края у нас в Барнауле. Что он из себя представляет, откуда приедут атлеты и насколько будет шоу? Да, это чемпионат Алтайского края. Но традиционно к нам приезжают спортсмены из ближайших регионов. То есть в этот раз это будет Красноярск, Абакан, Кемерово, Омская область, Томская область и, конечно, Новосибирская область. Как спортсмены готовятся? Понятное дело, что они еще начинают готовиться за год, но за пару дней какой у них режим? Да, они все, что они делают последние дни, последнюю неделю, у них направлено на то, чтобы показать оптимальную физическую форму. То есть для разных номинаций оптимальная форма, она разная. Допустим, в каких-то мужских, в большинстве мужских номинаций это максимальный мышечный объем и максимальная сухость, то есть минимальный процент жира под кожей. Для женских номинаций это еще и тонус кожи, это и нежелательно, максимальная сухость как раз, то есть за это можно получить место и ниже, чем хотелось бы. Но это красивый образ, прическа, макияж и позирование. 19 номинаций, да, если не ошибаюсь, и 2 из них это новые. Расскажи, какие есть номинации уже всем привычные и что это за 2 новые номинации? Да, ну я хотел бы начать с новых номинаций. Это артистический фитнес и велнес. То есть артистический фитнес это такая дочка фитнеса акробатического, как его сейчас назвали. Это женская категория, в которой по сравнению с акробатическим фитнесом запрещены сложные элементы. То есть там все элементы, которые может выполнить любая девушка. И выигрывают там девушки с хорошей хореографической программой. То есть сложные элементы там не нужны. Вообще, надо сказать, что все новые номинации, которые вводятся у нас в федерации, они направлены на привлечение еще большего количества участников. То есть они все приближены к обычным людям. То есть если девушка хотела выступать в фитнесе, но у нее не было достаточной тренированности, не могла она выполнять акробатические элементы, сейчас она может приходить, если у нее прекрасная пластика, если она красиво двигается. Артистический фитнес это как раз для нее. И вторая номинация это велнес. То есть очень интересная номинация, очень зрелищная, очень престижная на любого уровня турнирах. У нас уже есть финалистка чемпионата мира, это Ирина Красникова, которая будет выступать в воскресенье, как раз в этой категории. Она была введена в странах Латинской Америки, где у женщин преобладало развитие мышц ног, нижней части тела. И им было сложно соревноваться в других категориях. То есть они выглядели немного по-другому, они отличались от девушек европейского сложения. И специально для них ввели категорию для женщин, у которых достаточно хорошо больше, чем, скажем, верх тела развит, резво это нижняя часть. И она очень-очень хорошо зашла, потому что она очень красивая, она очень зрелищная. И сейчас это одна из самых престижных, популярных категорий и в мире, и у нас в России. Но у нас в Крае она будет впервые представлена на соревнованиях. И сколько девочек заявилось? Заявилось на сегодняшний день 4 участницы. Это хороший результат. Это хороший, да, конечно. Этого достаточно для того, чтобы создать зрелище и создать интригу. 19 номинаций, больше 100 участников. Кто наш самый главный соперник? Ну, потому что это чемпионат Алтайского края, но он все-таки носит характер открытый, да, чемпионат, правильно? Да. При этом с других регионов. Какой регион самый сильный? Или может быть Алтайский край на Олимпе? Алтайский край, да. Да, мы, бывает, проигрываем на Сибирском федеральном округе, где есть подсчет командных очков. Но мы почти всегда выигрываем в командном первенстве на чемпионатах и Кубках России. То есть у нас очень много спортсменов очень высокого уровня. И, ну вот, в данном случае достаточно массовые и остальные категории. И там никто не знает, как выстрелят девчонки и ребята. То есть там может оказаться среди новичков, которые выступают впервые, как у нас было в прошлом сезоне, Наталья Баянкина. Она заняла призовое место на чемпионате России, впервые выступив вообще в сезоне. То есть это очень хороший результат. И поэтому я не сомневаюсь, что у нас и в этот раз появятся звездочки новые. Самые, наверное, ближайшие соперники – это Новосибирск, конечно. Потому что там есть ребята серьезные такие. Ну, я знаю, что приедут с Новокузнецка. Сергей Бобро собирался. И в прошлый раз он выиграл. А вот он стал первым. Но в этот раз ему окажут конкуренцию и с Новосибирска, и наши спортсмены. На что жюри смотрят в первую очередь? Я признаю, что ты будешь главным судьей о соревновании. Как оценивают спортсменов? В каждой номинации свои критерии. И несмотря на, может быть, для обывателя кажущийся субъективизм оценки, на самом деле для опытных судей, опытные судьи судят очень точно. То есть они судят очень и очень единодушно. Бывают категории, да, действительно, где разбег больше. И это допустимо. И вот для такого субъективизма, учитывая этот субъективизм, в бодибилдинге сидит семь или девять судей в судейской коллегии. То есть мы получаем оценку, сложенную из семи разных оценок. И в данном случае она получается весьма и весьма точная. Ну, я надеюсь, у нас чемпионат Алтайского края пройдет шумно, ярко и красиво. Давай поговорим про бодибилдинг в Алтайском крае и в Барнауле в целом. Насколько он сейчас развит, насколько он пользуется сейчас популярностью? Да, если говорить про его спортивную ипостась, то сейчас это рассвет. То есть заявилось алтайских спортсменов 70 человек. То есть два-три года назад их было максимум 25. Вот, это рассвет алтайского бодибилдинга. И здесь я связываюсь с тем, что выходят новые спортсмены, они же потом переходят в ранг тренеров, они зажигают своих подопечных, выходят те и так далее, и так далее. То есть сейчас у тренеров и у спортсменов очень много энтузиазма. Наверное, можно догадываться, что подросло вот это поколение Инстаграм, где очень популярны красивые тела, где вот этот вот контент с фитнес-дивами, со спортсменами пляжного бодибилдинга и только пляжного бодибилдинга, он очень популярен. И, естественно, выросло поколение молодых девушек и парней, для которых это стало интересным, для которых это стало престижным. Хотя всегда, всегда атрибут успешного человека – это good look fitness. То есть хорошо выглядеть. То есть если человек выглядит не очень, значит у него какие-то что-то не так. Да, но чтобы можно было футболку на пляже снять и не постесняться. И не только. И можно было зайти в любую аудиторию, в любое помещение, в любое общество, и люди понимали уровень человека. То есть это такой атрибут, и это, в принципе, здорово. И когда люди приходят на такие турниры, они мотивируются, вдохновляются. Кто не хотел или не мог переступить порог зала, они вдохновляются. Там же у нас будет еще и номинация людей с ограниченными возможностями. То есть это колясочники, 6 человек. И я очень часто слышу, когда люди приходят и говорят, какой стыд. Я человек без каких-то ограничений, не могу встать с дивана. А эти ребята преодолевают такие трудности ежедневные, ежемигнутные. И все равно тренируются, и не просто тренируются, а добиваются великолепного результата. Да, согласен. Есть у нас много споров, и как-то между моими коллегами, и вообще в мире, что бодибилдинг, для одних это просто прийти в зал, подягать железки, для других это стресс для организма. Что такое в итоге бодибилдинг? Как им заниматься, чтобы это было и в кайф, и не во вред здоровью? Да, здесь нужно понимать, соревновательный бодибилдинг – это тот локомотив, который двигает бодибилдинг, ну скажем так, физкультурный. То есть люди хотят быть такими, приходят в зал, тренируются. Но если все правильно, это я уже как тренер говорю, если все правильно сбалансировано в питании, в тренировках, и что очень важно, в восстановлении, то даже спортсмены, бодибилдеры, они не испытывают каких-то сверхнагрузок по сравнению с людьми, которые просто ходят в зал. Наоборот, очень часто так бывает, что спортсмены, если правильно у него питание было сбалансировано, они говорят, да я как-то незаметно и подготовился. Вот мне пишет один мой спортсмен, две недели до выхода, а я только сейчас начал чувствовать, что я на диете сижу. А он уже готов, у него уже количество жира минимальное. То есть, если все правильно сделать, то это приносит только пользу организму. Всегда и даже его соревновательный аспект. С другой стороны, я знаю людей, которые месяцами сидят на яичных белках, и это не может пройти без вреда для здоровья того или иного. Поэтому здесь все очень сильно зависит от правильного подхода. Насколько тренировки и правильное питание совместимы? Ну, то есть, можно ли, так сказать, накачать тело к лету без правильного питания? К сожалению, это гораздо сложнее. То есть, люди, которые питаются два-три раза в день, они после вот этого первоначального скачка в результатах, когда человек приходит в зал, и первые два-три месяца происходят, ну, такие заметные изменения, он их видит. А потом наступает такая стагнация, такое или то, что называется плата. И вот здесь очень важно как раз правильно сбалансировать питание. Ну, первое, что нужно сделать, это надо питаться не три раза, не два раза, а хотя бы четыре или пять раз в одно и то же время. Это ускорит все процессы, ускорит обмен веществ, ускорит синтез белка и позволит дальше прогрессировать. Ну, многие телезрители сейчас спросят, а чем питаться? Питаться это должно быть, да, сбалансированное. Кстати, сейчас эта тема настолько популярна, что ответ можно найти в интернете, ну, просто, это самый частый запрос, как похудеть. И вот эта вот информация общая, которой могут следовать 99%, она просто лежит в открытых источниках. Главное здесь больше, чтобы человек все это соблюдал. Сила воли. Это здоровые продукты, отказ, хотя не полный, от продуктов, которые мы любим, но которые наносят вред, может быть, нашей фигуре, или, может быть, иногда самочувствие. Почему говорю, не всегда полный, потому что правильно, с балансированным питанием мы должны получать какие-то там, ну, скажем так, вкусняшки, вот, чтобы не сильно напрягать психику, потому что если мы что-то себе не позволяем, запрещаем, то мы неизбежно придем к срывам. Как говорила одна моя клиентка, слушай, вот как только ты мне все разрешил, мне теперь всего этого не хочется. И она продолжала худеть, хотя мы уже собирались потихонечку набирать вес. Запрещенное, это всегда притягивает к человеку. Что можешь посоветовать тем, вот кто, может быть, стесняется прийти в зал, стесняется, боится начать вот свою трансформацию, да, я так понимаю. Такой кратенький совет. Да, я, наверное, посоветую найти единомышленников. Так проще всего сделать. Конечно, было бы здорово, если сказать, как посоветовать, чтобы не стеснялись, не стесняться, просто встать и пойти. Но для некоторых это сложно, поэтому для начала можно найти единомышленников, прийти в зал и уже в зале понять, что это не страшно, что это очень здорово. Если человек правильно все начал, здесь очень важна роль тренера. Если он постепенно в это вошел, в этот тренировочный процесс, ему крайне сложно уже потом будет без этого обходиться. Это такой, по-хорошему, хорошая зависимость. Да, вот такими зависимостями надо обладать. На этом наше время, к большому сожалению подходит к концу. Занимайтесь спортом и ведите здоровый образ жизни.